На сей раз хочется перейти к нашему корреспонденту Дмитрию Дьячкову. Он сейчас находится в том месте, где первого числа, ну, наверное, тысяча, если не миллионы утиных резиновых уточек пустятся в плавание. По какому поводу он расскажет? Дима, тебе слава. Вот они уже. Первые уточки. Мы бы хотели... Доброе утро, коллеги. Повод у нас серьезный. Это акция «Утиный бум». Ну, между уточками выбирать не придется. Они все будут вот такими, желтыми, с оранжевыми клювами и в очках. Ну, практически, как мы сегодня. Вернее, как Олеся Гурина, руководитель проекта «Утиный бум». Кстати говоря, одна уточка будет стоить от 400 рублей. То есть минимальный взнос 400 рублей за утку. Олеся, расскажите, почему вот они такие дорогие? Насколько я знаю, вообще обычно в магазинах они дешевле стоят. Доброе утро. Дело в том, что это сумма пожертвований в пользу детей с сахарным диабетом первого типа. Ну, в общем-то, мы не ограничиваемся этой суммой, да, потому что в прошлом году у нас были гости, которые гораздо большую сумму жертвовали, нежели чем 400 рублей за одного утенка. А какая рекордная была сумма пожертвования? 25 тысяч. За одного утенка? Да. С ума сойти. Ну, а за такую цену заплатить не жалко, так как у вас будет не только запуск уток по реке Кача, но у вас еще будет большое мероприятие. Вот прямо за моей спиной на площади перед Дворцом Пионеров развернется множество мастер-классов, площадок и так далее. Расскажите, что будет интересного там? Да, запуск уток – это кульминация праздника, а пока будет идти продажа в течение нескольких часов у нас будет здесь установлена сцена, будет играть музыка, будут надувные батуты, надувные лабиринты, разные мастер-классы для детей, контактный зоопарк, аквагрим, ростовые куклы. В общем, будет много всего, будет чем заняться, естественно, и позавтракать тоже можно будет. Олеся, скажите, вот непосредственно сам запуск уток, может быть, это какая-то метафора, или как вообще эта идея появилась? Я знаю, что уже третий год это мероприятие проходит, благотворительная акция. Вот как это пришла идея, и вот в чем аллегория, метафора, связанная с диабетом? Действительно, это третий проект, никакой аллегории и метафоры между уткой и диабетом у нас нет совершенно. Дело в том, что такие праздники проходят во многих европейских столицах, и, как правило, они все организованы для защиты какой-то социальной программы. Вот как. По итогу, после окончания акции, те деньги, которые будут собраны, мне за кадром Олеся рассказывала, что они будут направлены на покупку специальных устройств. Это инсулиновые помпы, которые помогут деткам. Я думаю, что вы об этом лучше расскажете, чем я. Для чего эти помпы нужны? Дело в том, что когда у ребенка есть диагноз сахарный диабет, он получает около 15-12 уколов в день. То есть нужно сначала поставить укол, замерить сахар, потом ввести инсулин. И есть такое чудесное устройство, как инсулиновая помпа, которое делает это автоматически, поддерживает необходимое количество инсулина в крови ежедневно. Да, я так понимаю, эти помпы не входят в программу господдержки, поэтому детям приходится их покупать самостоятельно, если они хотят, ну, так скажем, быть не настолько зависимыми от уколов инсулиновых непосредственно, ну, которые делаются своими руками. Хорошо, еще вопрос очень важный экологический. У нас в Красноярске очень строго за этим следят, за ситуацией экологической качи. У нас, по своему мнению, скажу, не самая чистая река. Да, и вы еще утки туда, значит, уток туда запускаете. Как вы их будете вылавливать по окончанию? Или пустите их туда дальше, пусть они до Ангары себе путешествуют? Конечно нет, конечно нет. У нас на середине реки будет выстроена специальная конструкция с финишным коридором, куда будут утята заплывать, чтобы мы могли определить победителей. Вот, а после заплыва всех утят, всех до одного выловят и раздадут нашим гостям после праздника. Хорошо, помимо мероприятия, запуска уток, будут победители. То есть, те утки, которые прибудут к финишу первыми, те их хозяева будут вознаграждены чем? Ну да, дело в том, что приобретая утку, вы получаете номер вашего утенка. Все утята будут пронумерованы. У нас очень много подарков от наших партнеров. Это игрушки, велосипеды, гироскутер, видеокамеры, всевозможные сертификаты в рестораны, в разные комплексы детские в городе. В общем, будет очень много всего. В общем, можно будет попытаться отбить те деньги, которые ты вложил непосредственно в благотворительность. Но это так, шуточка от меня. Напомню еще, что рядом со мной находится Олеся Гурина, руководитель проекта «Утиный бум». 1-го числа, 1-го июля, приходите на площадь перед... Давайте, я думаю, лучше у вас получится снова. Давайте. Я приглашаю всех маленьких красноярцев и их родителей 1-го июля в 12.00 на площадь перед Дворцом Пионеров. Супер, отлично. Спасибо большое, Олеся. Ну и я задам коллеге вам вопрос. Скажите, вы уже собрались, выбрали себе утку? Придете со своей... Ну, конечно, так делать не стоит. Почему я об этом говорю? Лучше приходите, конечно же, сюда, покупайте утку. Участвуйте в благотворительной акции и помогайте детям, которые больны с сахарным диабетом. Спасибо, коллеги, вам слово. Ну, вообще, вроде как Дима же рассказал нам о том, что выбирать-то не из чего будет. Только если со своей бюджет. Ну да, что они все идентичны, но может быть ты в нее как-то там ментально внесешь что-то. Душа, душа. Насчетал что-то. Можно что-то от себя внесешь, какие-то пайетки, может быть, или мишурум. Ну, вдруг очень хочется украсить. То есть сделать ее такой индивидуальной. Конечно, конечно. Ну, тоже вариация, но надо будет обязательно там на месте ее купить. Кстати говоря, это же не первый год уже акция проходит. Мне, в принципе, это интересно. Но когда я первый раз об этом слышал информацию, девчонки были на радио, они рассказывали о том, что вот так и так, уточки. Мы их запускаем. Там приезжает экскаватор, он вываливает их всех. И там ни разу не прозвучало слово, что это резиновые утки. Я думаю, да как же так жестоко там с ними обращаются. Валили уток на столе. Да, я не понимал. Потом мне друзья объяснили, что так, вот такая акция. И все, как бы, собственно, мои мифы не были развенчаны.